квантовые компьютеры непонятные штуковины работающие при лютом минусе и нарушающие привычную нам логику вот я тут и вот я уже в другом возможно знакомом вам месть как на самом деле работают квантовые компьютеры и почему их настолько сложно делать сейчас будет сложно но интересно на связи мк давайте поговорим о том как устроены самые необычные компьютеры в мире пока еще не наступила эпоха квантовых компьютеров самыми мощными вычислительными машинами являются суперкомпьютеры которые в большинстве своем работают на linux компаниям сейчас требуются специалисты которые разбираются в программировании и инфраструктуре одна из востребованных профессий системный администратор с навыками devops таких специалистов нанимают компании с крупной айти инфраструктурой например банки пойти телеком финтех и ритейлеры получить необходимые знания для старта в этой сфере можно на образовательной платформе skillbox вас ждут онлайн лекции и практические задания на основе реальных кейсов вы научитесь администрировать linux настраивать веб-сервисы и поддерживать работу сайтов сможете начать карьеру системного администратора и получите необходимые знания для развития в девопс инженерии курс длится 4 месяца при этом первый платеж за обучение вы можете внести только через три месяца после начала обучения минимум теории только практика и работа над своим портфолио с первых месяцев благодаря которому вы сможете начать карьеру системного администратора войти компании сейчас у вас есть шанс получить курс на очень выгодных условиях skillbox проходит новогодняя распродажа скидки на все курсы до 60 процентов получите востребованную айти специальность с нуля и отточите навыки на практических кейсах образовательной платформы skillbox ссылочка в описании вернемся к quantum и начнем мы с кубика рубика до детской на первый взгляд игрушки которая на самом деле устроена сложнее чем кажется классический кубик рубика имеет более 43 триллионов состояний в этом числе 18 нулей это миллиард миллиардов между прочим прокаченные азиаты легко собирают его за несколько секунд вслепую как им это удается секрет в том что восстановить кубик рубика из любого состояния можно всего за 20 ходов или даже меньше по четким алгоритмом азиаты просто делают эти ходы чертовски быстро миша это конечно все увлекательно но какое отношение кубик рубика имеет квантовым компьютером до самое прямое управление квантовым компьютером во многом похоже на сборку кубика рубика с завязанными глазами начальное состояние хорошо известно и существует ограниченный набор базовых элементов которыми можно манипулировать с помощью определенного набора правил но если это так просто то почему квантовые компьютеры до сих пор не стали массами а вот тут на арену выходит новая физика дело в том что наблюдение за квантовой системой во время ее работы приведет к тому что она станет классической и результат вычислений будет неверен да все как с котом шрёдингера который жив и мертв одновременно лишь до того момента пока вы не заглянете в коробку с ним именно поэтому управление квантовым компьютером крайне сложная задача нужно отслеживать все возможные факторы ошибок и при этом не следить за системой это сродни попытки доехать из пункта а в пункт б с повязкой на глазах и при этом снятие можно только строго в пункте б и это не единственная необычная особенность квантовых вычислений различия с классическими компьютерами лежат в самой основе вся привычная нам вычислительная логика базируется на битах которые могут принимать строго одно из двух значений ноль или единица квантовые компьютеры манипулируют кубитами а теперь пристегните ремни начинается веселье кубиты имеют абсолютно не интуитивный квантово-механический эффект под названием суперпозиция она позволяет им находиться в состоянии в котором они имеют определенное количество нулей и определенное количество единиц коэффициенты которые описывают сколько единиц и сколько нулей имеет кубит являются комплексными числами что означает что они имеют как действительную так и мнимую части но это еще не все ученые научились создавать кубиты совершенно особым образом так что состояние одного кубита не может быть описано независимо от состояния других это явление называется запутанностью думаю многие с ним сталкивались надевая носки пока они не на ногах это просто два носка но стоит один из них надеть на левую ногу как 2 автоматически становится правым ладно давайте разберем эту квантовую логику на простом примере возьмем два бита они вместе могут принимать четыре значения 00 0110 и 11 а теперь возьмем два кубита спасибо суперпозиция они могут принимать несколько состояний 00 0110 или 11 одновременно лучше всего это визуализирует вот такая анимация где один бит это две точки 0 или 1 кубит же по сути является сферой возможных состояний между нулем и единицей что же это дает а то что n кубитов работают с информацией так же как и 2 в степени n битов иными словами всего 10 кубитов заменят 1024 бита а для замены лишь 100 кубитов потребуется число с тридцатью нулями обычных битов для сравнения все человечество за год генерирует лишь несколько десятков зеттабайт информации именно такая нереальная эффективность квантовых вычислений сподвигает крупнейшие компании университеты заниматься разработкой этого нового типа компьютеров но вернемся к сложности вычислений и да снова поговорим про кубик рубика дело в том что проводимые над кубитами операций очень похожи на вращение кубика рубика даже ошибки схожи правда в случае с кубиком они появляются сразу же не довернули часть кубика до конца следующий поворот будет невозможен с квантовыми вычислениями проблемы схожи они тоже не идеальны из-за определенных ограничений управляющих сигналов и чувствительности кубитов операция предназначена для условного поворота кубика на 90 градусов может в конечном итоге повернуть его на 90 и один градус а может и не довернуть до 89 и 9 градуса казалось бы такие ошибки могут показаться незначительными но они быстро накапливаются что в итоге приводит к совершенно неправильному результату вычислений есть и другие источники ошибок например такое явление как декагеренция алды помнят дискеты и их способность временами терять информацию из-за размагничивания у кубитов схожая проблема хотя их стараются делать максимально изолированными от окружающей среды взаимодействие с ней все равно происходят они разумеется разрушают квантовую запутанность и приводят к потере данных конечно ученые придумали квантовую коррекцию ошибок да вот только она требует еще больше кубитов для реализации что заводит нас в порочный круг но если все эти проблемы и сложности вас не отпугнули пора рисовать чертеж ключа ну в смысле квантового компьютера инженеры и ученые здраво рассудили что такую сложную штуковину имеет смысл разделить на пять уровней первые два нам уже знакомы на прикладном уровне находится по сути операционная система которая позволяет человеку взаимодействовать с квантовым компьютером на более низком слое классической обработки происходит перевод понятных человеку инструкции в машинный код чтобы и с ними мог работать сам квантовый компьютер а также обратный перевод посчитанного результата в прикладной слой по сути тут большой разницы с классическим пока нет так что спускаемся глубже в кроличью нору вот тут уже начинается новое и неизведанное а именно блок квантовой обработки данных или купию первые два слоя в нем отвечают за цифровую и аналоговую обработку их цель преобразовать машинный код в специальные сигналы которые превратят кубиты в квантовые логические элементы еще цифровой слой отвечает за сбор результатов и отправку их в слой классической обработки и вот на этом моменте происходит важная точка отсечения сейчас со всеми сказанными ранее задачами теоретически могут справиться мощные суперкомпьютеры но когда в квантовой пк будет добавлена коррекция ошибок уровень цифровой обработки данных станет намного сложнее его уже не получится эмулировать на классических машинах но вернемся к нашему рисунку квантового компьютера и так слой аналоговой обработки данных работает самым низким квантовым слоем где и находятся непосредственно кубиты но как с ними взаимодействовать и вот тут начинается жесткий матан и физика для создания эффекта запутанности на кубиты посылают микроволновые импульсы которые модулируются по фазе и амплитуде с пикосекундной точностью для лучшего понимания этого промежутка времени летящий на скорости в тысячи километров в час самолет успеет сдвинуться лишь на миллионную долю миллиметра и это лишь одна из сложностей в системах с десятками кубитов нужно заставить их производить различные действия для чего их настраивают каждый на свою частоту в таком случае каждый кубит можно представить как радиоприемник хотите передать ему данные настройтесь на его частоту и сделайте это эта стратегия на самом деле работает пока кубитов мало но давайте представим гипотетические квантовый компьютер с миллионом кубитов каждый из них настроен на свою частоту и чтобы отсечь шум и передать достаточно данных выделим каждому из них полосу пропускания допустим в 10 мегагерц тогда для всех кубитов потребуется полоса в 10 терагерц далеко за гранью наших в радио возможности которые едва ли дошли до сотен гигагерц хотя надо сказать возможное решение тут лежит на поверхности спасибо мобильной связи которая уже давно столкнулась с огромным числом абонентов в одной точке каждый из которых жаждет выйти в интернет речь идет о сочетании частотного и пространственного мультиплексирования то есть об уплотнении канала идея состоит в том что можно использовать одну частоту для нескольких кубитов или групп кубитов одновременно передавая данные для каждой из них в определенной промежутке времени ну и последняя проблема температурная для работы квантовых компьютеров нужны температуры близкие к абсолютному нулю чтобы сохранялся эффект сверхпроводимости когда сопротивление проводников равно нулю и проблема в том что по мере развития квантовых компьютеров возникает желание запихнуть все три слоя блока купию в один креогенный чип на что современная полупроводниковая электроника пока что говорит категорическое нет но на текущий момент в компьютерах с десятком кубитов достаточно чтобы при сверх низких температурах был только слой квантовой обработки где находятся непосредственно кубиты так что поздравляю мы только что завершили чертеж простейшего квантового компьютера именно по этим принципам они сейчас и работают что они могут запутать десяток другой кубитов на 50 микросекунд после чего расчеты утонут в ошибках для создания полноценного компьютера этого мало и даже если продолжить масштабировать текущие принципы то пределом будет где-то сотня кубитов этого хватит для создания своеобразного ускорителя вычислений для обычного компьютера как видеокарта которая обучает нейросетки или рендерит видео ощутимо быстрее обычных cpu только в данном случае квантовый ускоритель будет как орешки щелкать задачи по криптографии но мы же не хотим просто ускоритель правильно что же требуется чтобы создать полноценный самостоятельный квантовый компьютер сотнями тысяч или даже миллионами кубитов разумеется нам нужна коррекция ошибок все дело в том что каждый кубит это личность со своим характером они имеют неоднородности которые получается корректировать вручную пока кубитов пара десятков но что делать если их на несколько порядков больше перейти от физических кубитов к логическим берем несколько сотен или даже тысяч кубитов обзываем часть из них коррекционными и все вместе называем логическим кубитом это убивает сразу двух зайцев во-первых состояние коррекционных кубитов позволяет отслеживать и исправлять возникающие ошибки во вторых такое состояние кубитов ощутимо снизит необходимое количество цифровых соединений в qpu так как теперь управление будет происходить на более высоком логическом уровне но все еще речь идет о гигантских объемах информации нужно будет тысячи раз в секунду мониторить состояние миллионов кубитов без нарушения квантового состояния системы попутно исправляя ошибки это потребует общей шины данных с пропускной способностью в петабайт в секунду в десятки раз больше чем текущие рекорды скорости передачи данных в интернете это фундаментальные проблемы расширения возможностей квантовых компьютеров которые сдерживают нас на уровне десятков кубитов но с учетом того что множество ученых по всей земле борется с этими проблемами рано или поздно прорыв случится и полноценные квантовые компьютеры с миллионами кубитов станут реальностью надеюсь вам понравилось мы максимально облегчили эту тему опустили множество нюансов попытались сделать ее простой если зашло с вас лайк и подписка на наше сообщество вконтакте и telegram ссылочки в описании на связи был мк меня зовут михаил крошин пока а